Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это продолжение нашей карьеры Зала Эстер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и также у нас продолжается наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, сразу же выходит следующий видеоролик. Даже если вы наберете эти 10 лайков за 10 минут, сразу же вам выпущу. Так что дерзайте. Ну что же, сегодня у нас матч Лиги Чемпионов. Мы именно с него стартуем. Я так понимаю, мы сегодня в трех разных турнирах сразу поучаствуем. Это и Лига Чемпионов, и Английская Премьер Лига, и Кубок Англии. И снова, кстати, Лига Чемпионов. Сегодня два матча. Ну, Челси один из самых таких серьезных здесь соперников. Поэтому давайте начнем с Лиги Чемпионов. Играем против Миддленда. Лестер Сити, Миддленд. Ну и собираем наш состав. Ну что же, вот таким мы составом выйдем. Тилиманс, скорее всего, получается, так будет играть у нас без капитанской, правда, повязки. Отдадим мы ее лучше Варде. Но у него ниже среднего настроя. У Прайта тоже, поэтому я решил лучше не рисковать. Выпустим Тилиманса. Посмотрим, что да как. Поэтому Лестер против Миддленда. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лига Чемпионов. Впервые в нашей карьере на этом замечательном стадионе. Поехали, посмотрим, что из этого выйдет. И вот так вот 1-0. Кстати, впервые мы в Лиге Чемпионов забиваем первый. И в этом матче забил Баунс. Он очень важный гол забил, если я не ошибаюсь. Это как раз в финале Лиги Чемпионов. О, Лиги Европы, да. Против ПСЖ. Когда мы 3-2. Все-таки последний гол забили. Вышли вперед. И вот здесь Баунс снова же забивает. Ну, важный действительно гол против таких команд. Но мы обязаны выигрывать против Шахтера, Миддленда. Поэтому как-то так. И все. Финальный сесток. Слава Богу. Но победа, хоть и минимальная, над Миддлендом пойдет. Очередные 3 очка у нас в Лиге Чемпионов. Меня это очень радует. 6 очков из 6 на старте. Но ребята действительно молодцы. Баунс стал игроком матча. Ну что же, Барселона минимально там обыграла Донецкий Шахтер. Поэтому они теперь на второй строчке. Так, Лаутар Мартинес и Тима Вернер. Наши два нападающих попали в сборную месяца. Замечательно. Тилиманс плюс 1 к рейтингу добавил. Ну и все остальные это вроде как игроки-молодежки. Итак, команде Лестер-Сити предстоит очень трудный матч. Мы играем против Челси. Они, если я не ошибаюсь, ну мы с ними играли. Вот в матче за Суперкубок Англии 2-0 мы их обыграли. Но это предыдущие, ну и действующие обладатели чемпионата Англии, премьер-лиги. Вот сейчас, кстати, они как-то так смутно начали сезон. Идут на 15-й строчке. И всего лишь 5 у них очков за первые... Ну сколько там получается? 5 туров? Да, за первые 5 туров у них 5 очков. Ну что же, мы-то еще играем на выезде. Я помню, в прошлом сезоне мы играли против Челси на выезде. Минимально им проиграли. Тогда нам Оливье Жру забил тут единственный гол в той встрече. Ну что же, вот таким составом мы выйдем. Ундер у нас не в такой хорошей физической форме. Ну а Йозе Перес тоже не лучше. Ну вот я могу Абрахама взять вместо Варди. Поэтому будем надеяться, что у нас получится что-то из этого придумать. Поэтому Челси против Лестера. Поехали. Итак, Стэнфорд-Бридж. Челси против Лестер-Сити. Английская премьер-лига. Поехали. И вот так вот от двух штанг на Лаутаро Мартины забивает. Девятая минута. И это 1-0. Лестер выходит вперед на выезде. Очень хороший действительно гол получился. Ну, на удачу. Здесь можно сказать на удачу. Но, наконец-то, хотя бы в карьере за Лестер-Сити удача хоть немножко, но на нашей стороне. Сколько нам не везло в прошлом сезоне. Вот так вот Лаутаро Мартины с нерабочей ноги. Еще и от двух штанг. Но суперский гол. И мы выходим вперед. Ну, и вот так вот очень зря я вышел сейчас за Анану и Хай Хаверц забивает. Это у них первый, причем, удар по воротам. Ну, вот здесь чисто это, да, это моя ошибка. Сам не знаю, зачем, но я так сделал. Подумал, что Анана как-то, ну, быстрее выйдет. И Хаверц просто, ну, не успеет пробить. Как-то так у меня была мысль. И все, заканчивается матч. Из-за нашей же ошибки пропустили гола Челси, поделились с ними очки. Вот, а у Челси, действительно, я говорю, один-единственный момент вот этот был. Но Лаутаро Мартина стал игроком матча. Итак, после, это какой уже у нас шестой турпус? Шестого турпуса, также на девятой строчке. У нас отставание в девять очков до первого места. Итак, скауты нам нашли опорного полузащитника. Сейчас мы посмотрим еще. Ну, это Анголо Канте. Он, написано, что центральный полузащитник в проэволюшем сокере. Но все равно, он и возраст, ну, ему уже 30 лет, поэтому как-то не хотелось бы его подписывать. Да и денег бы не хватило. Сейчас мы играем в Кубке Англии против Милвела. Собираем сейчас наш состав. Его ротируем, естественно. Даем отдохнуть нашим основным игрокам. Ну, и попробуем другие расстановки. Почему бы и нет. Вот таким составом мы сегодня выходим. Варди, естественно, с капитанской повязкой. Так, абсолютно всех игроков вот я поменял. Кроме, естественно, Тима Вернера, потому что там у Абрахама плохая форма. Поэтому, ну, придется основному нашему нападающему сыграть в этом матче. Лестер-Сити против Милвела. Поехали. Ну, и Варди сразу же уже на шестой минуте забивает гол, вводя вперед Лестер-Сити. Ну, и Варди делает счет 2-0. Перед самым перерывом наш капитан забивает дубль. Ну, и как бы все замечательно. Проходим следующий раунд Кубка Англии. И все-таки мы пропускаем. На 7-7 минуте Милвелл забивает, уменьшает наше вот преимущество. И автогол. Вы просто смотрите, ну, какая курьезная атака. Здесь еле-еле успел Вернер отдать эту передачу. Хотя я думал, что если он тут аккуратненько получится, Вернер отдаст. Она ее запереза, тот забьет. Но нет. Вот так вот в защитника мяч еще и попадает в капитана Милвела. Ну, и автогол. И счет снова в плюс 2 мяча для нас. И все. Финальный состок. Дубль. Джейми Варди. Автогол нам приносит победу. И мы проходим следующую стадию Кубка Англии. Ну, а дальше, как я понимаю, мы встретимся. Это, наверное, 1-8. Все-таки будет против Лидс Юнайтед. Барнс в составе. Это был верный шаг. Но он стал ключевым фактором нашей победы. Барнс нельзя сказать, что это прям игрок второго плана. Нет. Барнс у нас, если выходит даже в стартовом составе, в основе, с основными игроками, то все равно приносит очень хорошую отдачу к игре. Поэтому замечательно. Барнс нельзя назвать вторым игроком. Нет. Он наравне с основным составом. Сейчас у нас игра против Шахтера. Выбираем состав и выходим на игру. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Санчес не сможет принять участие. Будет Гомес. Вместо него Тилимант с капитанской повязкой. Составы на ваших экранах. Третий тур Лиги Чемпионов. Лестер против Шахтера. Поехали. Итак, Лестер Сити против Шахтера. Кинг Пауэр Стэдиум. Лига Чемпионов. Что еще здесь можно сказать? Вторую игру подряд мы проводим в Лиге Чемпионов дома. Против Миддлэнда сыграли в плюс для нас. Минимально. 1-0 их обыграли. Ну и посмотрим, как сыграем против Шахтера, которые сейчас идут на третьей строчке. Деля ее, ну можно сказать, деля вторую строчку с Барселоной. Они тоже вот обыграли Миддлэнд, но минимально проиграли Барселоне. Ну и вот выход такой вот небольшой. 1 на 1 у Ваутара Мартинеса. И он забивает второй для себя вроде как гол в Лиге Чемпионов в Зал Вестер Сити. 68-ма минута. Мы выходим вперед. Здесь Рикардо Перейро, во-первых, очень хорошо прошелся с мячом. Его никто не останавливал. Ну и там просто оставалось точно отдать передачу на Ваутара Мартинеса. Что и получилось. Ребята молодцы. 1 на 1. 82-ая минута. Шахтер все-таки забивает, сравнивает счет. Ну вот как-то так. Ну и Лаутара Мартинес забивает дубль. И сейчас очень важный гол он забил. Тэми Абрахам отдает на него голевую передачу. И все очень важно для нас гол. Вот именно с такими командами, середнячками в группе нашей нужно побеждать. Ну и вот такая вот очень важная победа. Я надеюсь, что с победой очень важный гол в концовке мы забиваем Шахтеру. И все. Минимальная победа. Ластер Сити все-таки ее добивается. На последних минутах вырвали победу. Ребята действительно молодцы. Доборолись до конца. Дубль у Лаутара Мартинеса. 7.5 оценку он получает. Ну и после третьего тура мы все так же на первой строчке. У нас три победы. Пять забитых. Два пропущено. Ну вот как-то так. Не знаю, что еще здесь сказать. Барселона держится тоже, так сказать, на плаву. У них всего лишь одно поражение от нас. Ну что же, а на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Напоминаю о том, что как только набираете 10 лайков, сразу же выходит следующий видеоролик. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok